В Экибастузе прошел единый информационный день по разъяснению основных задач послания главы государства – новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции. Встреча с ветеранами состоялась в клубе «Замандац». Следующее – внедрение современных технологий в строительстве коммунальном секторе. Благодаря всем реализуемым программам объемы ввода жилья в Казахстане превысили 10 миллионов квадратных метров в год. И обеспеченное жилье на одного жителя выросло в последние 10 лет, и 30% составляют сегодня 21,6 квадратных метров. В послании ставится задача о доведении данного показателя к 30-му году до 30 квадратных метров. Вот по городу Экибастузу вы видите тоже, что строятся дома, и в прошлом году общая площадь веденных в эксплуатацию жилых зданий стала 37 тысяч квадратных метров. Мы выполнили план, и сравнивая строительство жилья с предыдущими, когда я не могу сказать, что такого показателя в нашем регионе не было. Вы видите, сколько домов строится, и сколько еще мы продолжаем в этом году строить. У нас имеется еще один из проектов документации строительства, 11 домов. И в этом году у нас запланируют ввести 60 тысяч квадратных метров в этом году. И для нас, конечно же, это очень хороший показатель и значительный для истории современного Экибастуза. Рассказывая о задачах, отмеченных в обращении Ельбасы, Мария Маликова остановилась и на планах, реализация которых будет воплощена в ближайшее время. Аналогичную встречу только уже с молодежью провела другая информационная группа в актовом зале Экибастузского инженерно-технического института. В сфере социального обеспечения самым главным является обеспечение эффективности рынка труда и создание таких условий, когда каждый сможет реализовать свой потенциал. Будут разработаны современные стандарты по всем основным профессиям. Это сейчас мы, может, работаем так, как мы привыкли работать. А в ваше время, это вот через лет пять максимум, будут уже по всем профессиям выработаны определенные стандарты, определенные документы. Необходимо предоставить больше возможностей для вовлечения людей в продуктивную занятость, открыть собственное дело или получить новую профессию и устроиться на работу. Об этом говорит наш президент. Тематическое мероприятие в ТОО «Энергоуправление» провели представители городского маслехата, исполнительные власти города и представители других организаций. Именно результат индустриализации всей страны стал главным и решающим фактором для выхода Казахстана мирового кризиса. Если вы помните, еще при Советском Союзе, индустриализация страны в 30-е годы была одной из важнейших вопросов нашей страны. Поэтому ориентированный обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда неизбежен. И в это время индустриализация должна быть инновационной. Инновационной, что значит, новые технологии должны быть. В нашей стране промышленного отрасли необходимо использовать все преимущества нового технологического уклада. Например, на отдельные промышленные предприятия нашего региона, буду говорить про эти вас, как говорится, в Украине применяются современные станки с использованием роботов на таких предприятиях, как ТО «Промашкомплект», КВК «Башакольский БОК». Это вот те и на востоке наши предприятия, если я там поговорю. Также в компании ТО «Богатыр» также разработан и утвержден график модернизации угольной отрасли Республики Арастан на 2018-2025 год. Основные направления модернизации связаны с ростом базовых и новых отраслей, переход на новые технологии со снижением затрат и увеличением производительности, технологическое обновление цифровизации экономики, внедрение элементов индустриализации и технологическое переворачивание. Пулат Куспеков рассказал о проектах энергоэффективности и воплощении этих программ в жизнь. Так, в рамках проекта, как отметил выступающий, в городе за счет средств Всемирного банка был сделан капитальный ремонт в двух детских садах. После выступления членов информационно-разъяснительной группы все желающие задали интересующие вопросы. Продолжение следует...